Ислам — это религия, которая всячески поддерживает создание семьи, и семья является центральным, занимает очень главное место в жизни мусульманского социума. Поэтому для того, чтобы пары существовали себя, нашли друг друга и нашли равных себе, Ислам в хадисах, высказываниях нашего пророка предъявляет четыре основных требования при выборе своего супруга. Первое — это его происхождение, второе — это его уровень богобоязненности, третье — это уровень его красоты, и четвертое — это уровень его богатства. И поэтому по этим параметрам, в принципе, да, это во всех, наверное, обществах, где чтут традиции, выбираются жены или мужья для их детей. Но главным наш пророк, он всегда говорил, это богобоязненность. То есть если человек, он по происхождению чуть-чуть ниже, или у него нет каких-то финансовых возможностей, но он по уровню богобоязненности, по своему, скажем так, внутреннему духовному потенциалу является ровней вашему сыну или дочери, то это является решающим. Ну, дополнение к этому еще, скажем так, совместимость, да, потому что сегодня мы живем в обществе, в котором уже стираются границы государственности, да, национальных каких-то особенностей. И в этом глобальном мире надо все-таки смотреть на совместимость. Молодые люди могут полюбить друг друга, да, вначале, но это чувство, я это понимаю, но потом в силу каких-то своих традиционных особенностей у них распадаются браки. И поэтому сегодня тоже это один из основных моментов. Но эти требования, которые шариат предъявил, я думаю, они универсальны сегодня. То есть человек, если у него хороший заработок, он должен жениться на таком же человеке. Если человек интеллектуально обладает каким-то потенциалом, то он должен искать себя ровню. Если у них очень большой разрыв, барьер в знаниях, это может привести к созданию, да, конфликтных ситуаций. Потому что мудрость, которая должна быть, допустим, у женщины или, наоборот, у мужчины в семье, если она будет потеряна, тогда это и будет приводить к конфликтам. Это может быть приводить к конфликтам и со стороны родителей, да, потому что они будут вечно видеть в своих, скажем так, детях, жертв, да, их жен или, наоборот, мужей, и всячески как бы чинить им препятствия. У нас есть регулярные лекции для новобрачных, как жить в семье, как уметь прощать, потому что религия, в первую очередь, и сломана, учит людей уметь прощать. А когда мы стоим на своих позициях, это, конечно, хорошо, но это и приводит к конфликтам. А потом, когда ты все переосмысливаешь, второй раз думаешь, и потом начинаешь как бы сам себе отдавать отчет в том, что если бы ты тогда закрыл на это глаза, что все было бы хорошо. У нас есть сайт «Муслинки» за это, там есть регулярная рубрика, посвященная семье. У нас есть колл-центр, то есть люди, у которых проблемы в семье, они звонят, обращаются к нам. И у нас есть тоже здесь комната для консультации, куда мы их приглашаем, и потом всячески пытаемся им помочь, помириться друг с другом и решить эти проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok